Привет! О, привет! Бро, напиши в комментариях, есть ли у тебя умные часы и, собственно, для чего ты их купил. Реально пользуешься всеми функциями или максимум там время и уведомления просматриваешь. Просто у меня здесь Huawei Watch GT3. И это бесспорно крутые часы. У них кайфовый AMOLED-экран, пушечный дизайн, корпус из нержавеющей стали, калёное стекло, кожаный ремешок. Причём на ощупь чувствуется, что это прям кожа, а не какая-нибудь резина. Потому что часы всё-таки от именитой компании, которая, правда, находится в очень непростой ситуации. Поэтому можно ей простить некоторые особенности работы часов. Например, для того, чтобы корректно работали часы с Android-смартфоном, нужно скачать приложение Huawei Health. Ну, то бишь Huawei Здоровье, но не из Play Market, потому что там оно устаревшее, а из App Gallery. То есть на Android-смартфонах нужно установить приложение, чтобы установить приложение. Понимаешь, да? На iOS всё намного проще, но там свой прикол, не работает управление музыкой и ещё пару функций. А функций, кстати, здесь как бы немало. Можно закачивать музыку на часы и слушать её без смартфона, потому что здесь 4 гигабайта постоянной памяти. Можно принимать и совершать звонки, поскольку есть микрофон и динамик. Правда, самостоятельно набрать номер с часов нельзя. Только либо из журнала звонков, либо из контактов. Так, демонстрация. Нажимаем вызов. Зачем ты мне постоянно звонишь? Я записываюсь. Ты меня отвлекаешь. Я тебе звоню, потому что тебе больше некому звонить. Поэтому не смей мне говорить, что почему я тебе звоню. Конченый шо ли? Что уменьшало набор номера прикрутить к этому интерфейсу, я не знаю. На размер экрана ссылаться не нужно. Здесь 46 миллиметров. Тут можно и клавиатуру при желании запихнуть. Ещё сюда установили новый датчик для более точного измерения пульса. Плюс есть датчик кислорода в крови. И да, новая крутая функция – это датчик температуры кожи. И я недавно уже сокрушался по поводу этой функции, температура кожи. И должен высказаться ещё раз. Просто мне непонятно, кому и в какой ситуации может понадобиться информация о состоянии кожного покрова в районе запястья. То есть пульс с кислородом и уровнем стресса часы умеют высчитывать, используя исходные данные. А вот рассчитать по какой-нибудь супер заумной формуле о том, какая у меня температура тела, и показать мне 36,6 часы, значит, не могут. На мой взгляд, это немножко просто сырая технология, которую сейчас обкатывают. И скоро, в ближайшем будущем, я, по крайней мере, надеюсь, они смогут показывать именно температуру тела. Мерить температуру кожи, учитывая погрешность, учитывая состояние человека, чем он занимается, какой у него пульс, сколько кислорода и прочее. И выдавать информацию. Будет он жить? Или пора уже на Ваганьковской вести? Второй момент, который меня очень сильно волнует в часах – это возможность общаться в мессенджерах, не доставая смартфон. Поскольку стоит мне достать смартфон, все, он меня тут же завлекает, сразу же Инстаграм, ТикТок, Ютуб, и в итоге потерянное время не вернешь. А поскольку я активный пользователь Телеграма... И, кстати, Телеграмер, спасибо тебе за твои видосики, много для себя подчеркнул. Одно из самых важных – это то, почему Телеграм лучше других. Так вот, хотелось бы иметь возможность отвечать с часов, смотреть присланные фотографии, гифки, стикеры, и обязательно слушать и отправлять голосовые сообщения. К сожалению, часы этого не поддерживают. И если здесь своя операционка и можно понять, то, например, в Google Wear это, к сожалению, тоже теперь не поддерживается, потому что, ну, разработчики сказали то, что мы устали, мы уходим, и все. Больше не будет поддерживаться приложение для часов. На новые уже не скачать, а на старых девайсах Телеграм тоже скоро перестанет работать. Ну, отлично. Так что теперь нам только с ADB мучиться, а это уже совсем не friendly user experience. Проще будет купить смартфон и часы не на Android, там пока что все это работает. Но, правда, с автономностью там проблема. А здесь до 14 дней автономной работы от одного заряда. Ну, если будешь активно пользоваться, то в районе 8 дней, то бишь раз в неделю, и это как раз-таки то, что нужно. Раз в неделю поставить на зарядку на пару часов, я согласен, это нормально. Плюс ко всему тут беспроводная зарядка. Так что можно без проблем зарядить часы от смартфона по ревьюсированной беспроводной зарядке, если смартфон эту функцию поддерживает. И в этом плане часы мне очень нравятся. Крутые функции, крутой экран, крутой дизайн. При этом при всем отличная автономность и огромное количество разных циферблатов. Прям на любой вкус. Есть классические, есть настраиваемые. Еще можно установить заставку, экран же все-таки AMOLED. Так что Always On Display работает нормально. Но я решил не тратить на это свой драгоценный заряд. Касательно спорта, как я понимаю, часы больше нацелены на бег. Потому что, во-первых, здесь есть GPS, а во-вторых, когда я захожу в режимы тренировок. Для этого, кстати, на корпусе есть очень удобная кнопка. Ее можно, конечно, переназначить на все, что угодно. Например, вызовы, таймер, сообщения. Хотя зачем ставить эту кнопку на сообщение, потому что, ну вот, свайп вверх, и вот все мои уведомления читай. Не хочу, правда, отвечать не можешь. То есть, как бы, смотри, но не трогай. Так вот, в режимах тренировки есть разные режимы бега. И они тут прям вот полноценные тренировки. Которые прям рассказывают тебе, что сейчас делать, как долго это делать и с каким усердием. А вот таких же режимов силовых или аэробных тренировок здесь нет. Я просто, когда активно ходил в зал, сейчас не хожу, потому что переехал, меняю зал. И, ну, обстоятельства так сложились, это не моя вина. Так вот, когда я активничал в этом направлении, то использовал Huawei Watch Fit. Типа лучший браслет, на мой взгляд. И вот что угодно со мной делать, пойду в зал, опять надену именно их. Потому что там есть тренировки с демонстрацией. А сейчас, когда залы то открывают, то закрывают, то сидишь дома, это прям топ. Тебе прям часы показывают, что нужно делать, как долго это нужно делать. И, собственно, для чего тебе это нужно делать. И это не какая-нибудь там фигня. Когда я делал тренировки на пресс, он прям у меня горел. Поэтому очень жаль, что в часах нет как раз-таки именно вот этой функции. То есть есть они больше направлены на бег. То есть если ты занимаешься бегом, любишь бегать, да, они тебе подойдут. Но я бы тогда поменял ремешок. Благо он тут стандартный, и на Алиэкспресс можно подобрать как каучуковый, так и металлический на любой вкус. Еще в часах есть влагозащита 5 АТМ. То есть с них можно плавать в бассейне или в водоеме. Причем на сайте написано, что в океане можно плавать. А там как бы водичка соленая. А соленая водичка и пресная водичка это разные водички. Поэтому здесь, видимо, очень хорошая влагозащита. Подводя итог, хочется сказать, что это бесспорно крутые с точки зрения дизайна, с точки зрения начинки часы, которые очень много что умеют. Но также есть много вещей, которых они не умеют. При этом при всем предлагают их за довольно-таки высокий ценник. Около 20 тысяч рублей. Правда, по предзаказу с 30 ноября по 9 декабря в подарок идут беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i, которые сами по себе вроде как стоят около 8 тысяч рублей. И в таком случае это уже интересно. Эти наушники можно подключить к часам, закачать часы, музыку и слушать без смартфона. На той же самой пробежке. Потому что GPS все сочтет, все засчитает и даже расскажет тебе, как бежать, с какой скоростью и как долго. Что думаешь ты по поводу этих часов? Пиши в комментариях. Я рассказал, все что хотел про них рассказать, я рассказал без приукрас. Так как есть, за что, я думаю, можно мне поставить лайк. Как-то так, бро. Подписывайся, ставь лайки и скоро будет еще больше обзоров. Обещаю. Пока.